Наступил новый церковный год. Во многих воскресных школах состоялись первые встречи педагогов и их воспитанников. О том, как они прошли на двух приходах Екатеринбурга, узнавала наша съемочная группа. Слово Ольги Аверкиевой. Этот день многие дети ждут с нетерпением, потому что воскресная школа стала неотъемлемой частью их жизни. Я всегда с самого первого сентября, с начала учебного года спешу в свою любимую воскресную школу. Мне очень нравится туда ходить, общаться с людьми, поучаться новому, вместе молиться. Вознесенка – это то и воскресная школа, что одно из основ жизни, одна из важных частей. Вера более 10 лет поет в молодежном хоре Вознесенского архиерейского подворья, а ее брат Алексей в день встречи выступил в роли регента. Под его управлением ребята пели во время молебна на начало учебного года. Батюшка напутствовал детей теплым словом. В этом году учебном приобрести нечто новое, приобрести не только знания, приобрести мудрых наставников, приобрести такого человека, который был бы вам и наставником, и другом, и опорой, и надеждой. Конечно, для всех, для нас самым главным наставником и учителем является Господь. Но здесь, в земной жизни, нам подчас очень не хватает такого доброго человека. Отец Павел пожелал, чтобы как можно больше таких людей было вокруг нас, и чтобы дети и взрослые были открыты для новых знаний, чтобы сами умудрялись и умудряли других. После молебна в школе прошло дружеское общение. Сегодня у нас радостный такой момент. Мы вспоминаем наше лето. Лето очень бурное, очень много летних площадок, выездных лагерей. И, конечно, мы хотим рассказать сегодня всем об этом тем, кто по какой-то причине в этом не участвовал. Ребята и взрослые вспоминали, как работали на летней трудовой площадке, как молодежный хор участвовал в записи песни «День победы» для фильма о Великой Отечественной войне, как трудились на вахте памяти на местах боев той войны в Смоленской области. Открывается медальон, а там написано имя, фамилия, отчество. И они понимают, что это тот самый человек. Сообщают родным. Можете себе представить, родным приходит такое сообщение, что «наконец-то найден, наконец-то есть могилка». Их захоронили, и к этой могилке можно теперь приезжать. Также молимом на начало Доброго Дела началась первая встреча в воскресной школе храма «Во имя всех святых». И здесь песнопение исполняли дети. «Боже, Господи, обидися нам, Бог, Совет Ряды, во имя Росходе». А со словами напутствия к ребятам обратились настоятель храма отец Николай и духовник школы отец Павел. Детям напомнили историю преподобного Сергия, которому трудно было учиться. Он хотел приучить знания. И он попросил, молился и просил у Бога. И Господь ему послал необходимую помощь. Необходимую помощь, чтобы он стал очень значимым, он стал свидетельником нашей русской земли. Мы, когда у нас что-то не получается, надо не отчаиваться, а просить у Бога. Просить у Бога, чтобы Господь нам помог. Рассказали и как важны занятия в воскресной школе. Те науки, которые мы изучаем в общеобразовательной школе, они для нас несомненно полезны. Они развивают наш разум. А разумом надо любить Бога. Но то, что мы сейчас изучаем в воскресной школе, еще важнее для нашей жизни, для нашей связи. В школе храма всех святых тоже вспоминали лето-летнюю площадку. И был представлен небольшой концерт, подготовленный в дни летних каникул. Это сценка, посвященная поварам прихода, различные номера и спектакль про маленького мука. Завершился концерт гимном школы. В нашей школе воскресной храма всех святых. Учиться, да, ведь и место может хранить учителей моих. Также в этот день поговорили о предстоящих планах, о том, что ожидает педагогов и воспитанников школ в течение года. Одно из важных дел предстоит уже 29 сентября. В этот день состоится традиционный детский крестный ход в монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. А накануне юные алтарники, чтецы и звонари соберутся на осенний слёт.